Дорогие друзья, сегодня 1 сентября, и мы проводим акцию в Уральском федеральном университете, которая называется «Научить чиновника, как управлять университетом». Для нас эта акция носит очень серьезный характер, потому что сегодня структура бюджета такова, что на оборону уходит 20%, а на образование всего лишь порядка 4%. Это в целом неприемлемая ситуация, если мы говорим об образовании, как о национальном приоритете в России. Еще более страшно выглядит эта ситуация касательно высшего образования, потому что повсеместно вузы, так сказать, оптимизируются, происходит повсеместное сокращение финансирования именно высшего образования. И все это прикрывается такими лозунгами, как повышение качества образования или еще хуже, тем, что высшее образование якобы становится излишним. Так вот, на это, уважаемые чиновники, я вам хочу сказать, что в современном мире уже ряд стран переходят вообще ко всеобщему высшему образованию, например, Япония. И это совершенно не случайно, потому что в современном мире идет технологизация процессов, потому что образование уже просто не может быть излишним. И это понимание еще более важно для нашей с вами страны, если мы действительно хотим слезть с нефтяной иглы и, наконец-то, диверсифицировать нашу экономику. И в рамках нашей акции я вас прошу записать две основные мысли, из которых сама идея высшего образования просто девальдируется. Первая мысль. В университете обязательно должно быть университетское самоуправление. И вторая мысль. В университете обязательно должна быть институциональная свобода образовательного процесса. То, что происходит в университете сегодня, не было видно ни в царские времена, ни даже в советские времена. Сегодня полностью практически отсутствует студенческое самоуправление. Образовательный процесс полностью забюрократизирован. А то, что ректоров вузов назначают главы регионов, просто делает образовательное сообщество безданное управляемое. Все эти процессы ведут, по сути дела, к уничтожению самой судья. Образовательные процессы в университете. Поэтому я призываю вас остановить реформы, которые уничтожают наше российское образование. И в целом помнить, что именно образование, именно социальная сфера является национальным приоритетом, какой бы кризис не наступал в стране, политически или экономически. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok